Что вы можете сказать о игре? Для меня, для Виталии, можно сказать о своем голе для Виталии. Это очень хорошая игра. Мы начали немного. Но потом мы в нашем ритме. Мы смогли сделать голы. И сделать три пункта, которые были важными. Это очень хорошая игра. Мы начали чуть медленно. Потом набрали привычные для себя скорости. Мы смогли забить по голу в каждом из таймов. Но самое важное, что набрали три очка и одержали победу. Идем дальше. Густаво, расскажите, как в линии нападения с новыми игроками, которые пришли в команду. Пришло ли взаимопонимание полностью? И пока еще нужно отлаживать. Как это было? Мы связали новые на линии атаки. Мы уже знакомы с новыми игроками, которые играют на пункте. Или еще нужно немного времени? Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что мы на правильном пути. Все, кто пришел, хорошо пришли к двору. Прекрасно влились в командную игру. Это видно и по участию в голевых атаках. И Лусяна, и Саша Соболев. Саша сегодня отдал голевую. Лусяна забивал в прошлых играх. То есть, безусловно, чем больше будет совместных тренировок, чем больше будет совместных игр, тем будет лучше. Но уже прослеживается хорошая динамика. Мне кажется, все эти ребята, которые пришли, они очень помогут в команде. У нас была небольшая пауза на игру сборной. Можно сказать, что она дала небольшую свежесть в команде? Да. Эта пауза, для населения, мы можем сказать, что этот расчет дала немного fresку? Да, конечно. Мы дали время отдыхать, время тренироваться. Делали все, что профессор Семак. Я думаю, что это было хорошо для нас. И мы показываем в Казахстане. Я думаю, что она пошла на пользу команде, потому что смогли отдохнуть и еще качественно потренироваться. И, в целом, одержали три победы, если брать еще победу в товарищеском матче в Алматы. Поэтому, мне кажется, что продуктивно провели этот перерыв небольшой. Повторюсь, хорошо поработали. И сейчас демонстрируем это на поле. Густаво, такой маленький момент. У вас следующая игра с факелом. Есть такой момент, что команда занимает 15 место в РПЛ. И у нее не очень хороший микроклимат именно в команде. Скажите, пожалуйста, это больше расслабляет или наоборот прибавляет больше неожиданностей? И как бы ты не знаешь, что ожидать от этой команды именно уже в самой игре. В следующем игре против Факел. Факел не делает все хорошо. Он находится в последнем, почти последнем на табеле. Это может сделать все хорошо. Это может сделать все хорошо. В следующем игре против Факела. И это может быть неожиданностей. В следующем игре против Факела. И это может быть неожиданностей. Мы должны быть очень довольны. Их неожиданностей. Как обычно, играть свой лучший футбол. Бегать быстрее оппонентов. Бить чаще. Забивать больше. Конечно же, мы настроены набрать 3 очка. Но, повторюсь, будем относиться к сопернику с уважением. И совершенно не будем смотреть на то, кто на ком месте находится. Потому что все соперники опасны. Все будут бороться до конца. И игра может поменяться в считанные минуты. Нам нельзя этого допустить. Играть.